Сегодня в рамках проекта искусства в метро, московский метрополитен открывает новую площадку для художников на станции Римская. Подробнее о формате и отобранных работах сейчас расскажет наш коллега из Сити Альберт Соколов. Альберт присоединяется к нам в прямом эфире. Итак, мы тебя приветствуем. Альберт, рассказывай, что там такого интересного появилось на станции Римская. Римская. Сослуженный художник России Виктор Михайлович Ерохин. Такое пространство, как московское метро, грех его не использовать, как-то еще и популяризировать, и приобщать людей, которые и непосредственно работают в метро, я имею в виду художников, которые будут работать. И самое главное, то количество людей, которое, ну оно не сопоставимо с любым источным залом. Размещать работу Творцов помогает объединение выставочной залы Москвы. Его специалисты вошли в состав экспертного жюри, которое отобрало 200 участников первого сезона проекта «Искусство метро». А всего было 420 заявок. О пользе проекта как для художников, так и для посетителей метро рассказал заместительный директор по экспозиционно-выставочной работе Объединения выставочной залы Москвы Юрий Львович Ланглебин. Я считаю, что это большая поддержка для именно молодых художников и для наших пассажиров, которые вечно спешат. А здесь непосредственно художник пришел к людям со своим этюдником, со своим планшетом. И пассажиры могут на минутку остановиться, задержать свой взгляд, пообщаться с художником, посмотреть, как создаются произведения. Я считаю, что это обогащение, так сказать, взаимное. И художнику, который сидит вечно в своей мастерской и не видит людей вокруг себя, и пассажиров, которые воочию не видят художника. Благодаря проекту «Искусство метро» жители и гости столицы открывают для себя новые имена в искусстве и знакомятся с различными стилями живописи, графики и скульптуры. На этом у меня все. Коллеги, обязательно приходите посмотреть. Передаю вам слово. Альберт, спасибо тебе большое. В открытии новой площадки проекта «Искусство метро» рассказал наш коллега из Сити Альберт Соколов.